Маленький мальчик Максимка С детства он любил очень глину и месил глину Поэтому, собственно, человек начал заниматься чашками Это был довольно-таки, и есть довольно-таки прибыльный бизнес Но потом Максим понял, что нужно осваивать и другие отрасли кальянной Такого кальянного комьюнити И Максим начинает браться за все, что угодно У нас есть и вот это, и вот это, и вот это И давайте, собственно, разберемся, что это у нас такое И вот это, и вот это, и вот это Поехали! Собственно, наверное, это самый главный продукт, который меня больше всего заинтересовал в данной посылке Это Черемисов Мануфактюр Винтаж Табака Нокаут Бум Крутое название, да? Собственно, вот так вот выглядит пачечка, и о ней я расскажу чуть-чуть попозже Идем дальше Это Доха от Винтаж Выглядит так же Пакетик, но другая наклеечка У меня есть здесь 15 грамм Есть... Есть 10 грамм В принципе, чем развитие, непонятно И, конечно же, собственно, классический табак Винтаж Который делает Максим Это у нас есть штрудель и лесной орех Довольно-таки два таких максимально кондитерских вкуса Давайте вначале поговорим о Дохе Я ее уже курил У меня там открытая баночка есть Я ее курил через медвах Курил в табак И скажу вам такую маленькую... Маленькую вещь про эту Доху По цене, к сожалению, я вас не скоординирую Что к чему, да? Но давайте смотреть Это у нас классическая такая обычная баночка Самая обычная упаковочка Это 15 грамм И есть маленькая Из них вот так будет проще открывать И есть, собственно, маленькая баночка Винтаж Болл Есть еще 5 грамм Кстати, у меня там открыто маленькая Это походу 5 грамм Так вот Она классического зеленого цвета По ароматике она очень... Очень ароматная Возможно, это и есть минус Такого современного кальянного комьюнити В частности, Дохи И других таких табачных продуктов Да? Не именно кальянный табак А именно табачная продукция В том, что я ее покурил через медвах Я ее покурил через кальян Ну, собственно, с табаком Через обычную классическую чашку Что я могу сказать про Доху? По ней вкратце Она довольно-таки крепкая Но очень сильно бьет немного по горлу И, соответственно, если курить это через медвах И вы никогда не курили Доху И никогда не пробовали, что такое реально премиальное Доха Которого, собственно, в России и нет То вам вполне зайдет Но если вы курили такие, не знаю, какие-то брендовые Дохи Которые нет в России И вы знаете всю их мягкость Как они плавно курятся И как они накуривают То винтаж Доха для вас покажется довольно-таки жесткой Которая оставит прям такой хороший осадок на горле Что касается добавления в чашку с кальянным табаком То здесь, как вам сказать Чувствуется и довольно-таки крепко Ну и те люди, которые добавляют Доху в табак Я думаю, им вообще без разницы чувствуется Там что-то вообще или не чувствуется, да? Давайте теперь поговорим о буме Буме Что это такое? Нокаут Мощно Нокаут Так вот Это а-ля аналог табака Фрегат То есть, который делает Сережа Путков Вообще, походу Вообще Вообще, походу 2018 год будет очень таким широким И развивающимся в плане именно сухих табаков Добавок, усиления крепости и прочее, 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 да? Один человек сделал Все остальные начинают, собственно, все это повторять У нас здесь, получается, называется он аккаунт Это сухой лист Используется здесь Вирджиния, Бёрли и Кентукки То есть, бленд из трех сортов табака 30 грамм в таком пакетике И давайте, собственно, откроем и посмотрим, как все это у нас выглядит Вот эти Крайне неудобные немного Так Ну, по виду очень похоже на... Я, честно, не курил Вот бум я его еще не курил Я его оставил на обзор Очень похоже на лису, которую собрали по осени Не пахнет, как листья Ну, ладно, не суть Собственно, давайте мы вначале откроем Наш классический табак И смешаем его с нашим бумом Нашу Дава Болл, чашечку И, собственно, попробуем все это раскурить на гальяне Маклауд, да? Так, опять сейчас мы откроем немного этот неудобный пакет Ну, да, собственно, чем он неудобен? В том, что наклейка эта одноразовая То есть, ну, вы открыли и это, собственно, открывается вот так Что касается табака Табак я уже пробовал, курил Что с Максимом, что без Максима А у меня еще до этого были пачки Скажу вам так Выглядит это все, собственно, не отсортированно И прям с хорошим количеством мусора, да? Давайте быть честными, да? По пропитке довольно-таки мокро Но иногда складывается ощущение, что Это просто ощущение, что это просто взяли Засунули табачный лист в шреддер Перемешали и залили все это аромкой Зафасовали в вакуумный пакет И вуаля на продажу, да? На самом деле нет Технология есть Технологию видел Технология прикольная Как бы все соблюдается Но что касается мусора Это, скорее всего, наверное Какая-то фишечка этого табака Потому что он как бы винтажный Единственное, что напрягает в этой пачке То, что в ней нет надрыва И приходится этот надрыв, собственно, делать самому И давайте, собственно, забьем сейчас Все это у нас здесь яблочный штрудель И, соответственно, винтаж бум В чашечку у нас 15 грамм буквально залазит И попробуем все это раскурить Табак мокрый По составу Я сейчас точно, чтобы не напиздеть вам всем Здесь идет Вирджиния Голд Бёрли и немного Кентукки То же самое, в принципе, что и с сухим Отсюда, собственно, весь этот мусор Потому что, мне кажется, отсортировать его реально было бы сложно По крепости не крепко Даже сказал бы, что даже чуть-чуть Не до средней табак Возможно, по ароматике и всему остальному на любителя И я уверен, что каждый из курящих И какой-то процент из этих курящих Скажет, фу, ебаная химка Это будет по-любому Потому что не назвать любой табак сейчас химии И то, что она дает химии Это что-то на грани фантастики Я вам так скажу Так, собственно, давайте сейчас посмотрим Как выглядит наш винтаж Бум Это аналог фрегата То есть это вот такие вот хлопья Которые, ну, мне кажется, с ними не очень удобно будет работать Потому что их еще нужно будет дополнительно перемешать Если у фрегата, допустим, у нас Он уже как бы нарубленный Правильным таким шредером Да, его удобно очень Эти волокна очень-очень удобно Смешивать с табаком То здесь получается, что у нас Просто пересохший табачный лист В бленде С которым очень сложно работать Немного передавил Это все превращается в пыль Ну, и не совсем удобно, собственно, с этим работать Так, мы сейчас все это перемешаем Углечки к нам скоро подойдут И, собственно, мы попробуем все это взорвать И я уже поделюсь впечатлением Работает этот бум или не работает Потому что, в принципе, я его еще не курил Так В принципе, все То есть забить чашечку Это называется оказаться полностью в горе мусора Именно от Винтаж Бум Вообще, ребят, как вы считаете Напишите в комментарии Будет ли 2018 год Именно вот 2018 год Годом сухого табака Для усиления крепости и всего остального Потому что я считаю, что да Потому что Винтаж уже делает Фрегат есть на рынке И сейчас другие ребята Быстренько-быстренько подхватят Нахуя им это все заливать Нахуя это все варить Нахуя эти технологии Взял, блять, сухой, сука, лист Перемолол его в шредере Или руками И засыпал в красивую упаковку Сделал пару ебучих дегустаций В Москве И все Твой продукт уже на рынке Зарабатывай бабки Это классика жанра То есть Которая, скорее всего, так и будет Так У меня, в принципе, чашечка готова Я пойду сейчас быстро схожу за углями И, собственно, вернусь Но, как мы видим Калау с углями к нам уже подъехал Это немного прогрелось И давайте, собственно, взорвем Я еще раз повторю Что Винтаж Бум я не пробовал И его эффекты не знаю А вот табачок я уже пробовал Воу 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 нет сам табак винтаж довольно таки неплохо он реально хорош но вот бум бум непонятен либо я его добавил слишком мало хотя вроде нет он стал чуть-чуть тяжелее и стал немного сушить прям как будто с травы непонятно вот реально вот непонятно не могу понять это излишки болезни то есть остатки да я был прав стало немного не совсем не совсем сильно но чуть-чуть покрепче но стало дико сушить сушить прям очень стало хорошо потому что ты вдыхаешь и понимаешь как вся твоя слизистая это вся твоя гортань начинает высыхать да очень сильно сушит но это скорее всего дело мне кажется индивидуальное потому что возможно у других будет совсем наоборот и другие воспримут винтаж бум как что-то нечто очень крутое и хорошее да у кого-то не будет сушить возможно у меня сушит а у других может не сушить то есть да это кардинально любители это максимально субъективно то есть сложно это писать объективно какие-то критерии выделить но я думаю можно сделать все очень просто буквально скоро уже у нас выставка в питере и там собственно будет максим и вся его продукция в том числе винтаж бум и доха и табак собственно и конечно же чашки и без чашек там никуда так что я думаю можно будет подойти на его стенд и соответственно прокуриться винтаж бумом и по случаю собственно и закупить его поэтому думаю все это у нас была продукция от винтаж именно табачная продукция от винтаж давайте скажем спасибо нашему верному другу маклауду который вытягивает собственно все мои обзоры да а и собственно немало так что ставьте лайки и всем спасибо и я напоминаю что скоро буквально после питера мы меняем абсолютно формат съемок и всего остального